Так, друзья, сейчас, я так думаю, будем потихоньку отчаливать. Пока непонятно, что здесь за движухи происходят. Что-то передают. Покс передали, походу. Чтобы на острове было чем заниматься. Все, трогай, говорит. И вот мы пергадим. Такая нелегкая задача отплыть. Вот, чтобы вот эту не задеть. Я так понимаю, задача у них сейчас. Давай, говорит, поворачивай. Я говорю, чуть вперед, давай. Что-то не получилось, первый заход. В общем, он ее вот эту натягивает сейчас. Тем самым делает так, чтобы зад отходил в левую сторону. Вроде это получилось. Все, получилось. Сейчас он снимет вот эту штуку. Трос, ганат. Нормально. Все, поехали. Включил заднюю скорость. Мы отчаливаем от силуа. Кстати, на этом кораблике я заметил, что нету этих спасательных жилетов. По крайней мере, на этом втором этаже их точно нету. На других таких корабликах, в которых я до этого катался, были спасательные жилеты. Возможно, это говорит о том, что нам ехать совсем недалеко, плыть. А может быть, говорит о том, что спасательных жилетов просто нету и всем, как говорится, на них забить. Пока не знаю. Сейчас разворачиваемся. И поплывем вперед. Скорее всего, это вон тот, наверное, остров. Трудно точно сказать, какой из них. Вон еще справа тут остров есть, поэтому... Такое конкретно непонятно. Но в любом случае, то, что нету спасательных жилетов, это... Странно. На корабле в основном иностранцы. На корабле, громко сказано, на этом судне в основном иностранцы. Из тайцев только обслуживающий персонал и капитан судна. Также, наверное, его семья вот там вот. Не знаю, как это или нет. Руль такой нормальный, как автобуса. Две скорости у него, я так понимаю. Задняя и передняя. Педалей никаких нету. Посмотрим, докуда у нас довезет. Сегодня, кстати, погода не такая жаркая. Вот, благодаря этому немножко такая отдушина идет. Потому что, когда солнце печет, как-то задыхаешься. И вообще тяжело жить, скажем так. Вон, только два спасательных жилета вон на том корабле висят. Может, у них в трюме есть какие-то жилеты? Или они надеются, что пока она будет тонуть, уже и будет помощь. И всех спасет. Скорее всего, мы вон на тот, наверное, все-таки остров едем. Раз направо не заворачиваем. Как описали, рассказали, остров должен быть очень красивый. Море должно быть кристально чисто прозрачным. В общем, райский уголок должен быть. Посмотрим, что в реальности там будет. Я уже чуть-чуть понимаю, о чем говорят за эту неделю или сколько я здесь нахожусь. Даже больше уже выучил несколько фраз. И вот сейчас слушаю, о чем там они разговаривают и слегка понимаю. Правда, совсем немного. Спасибо. Типа, где она водится и так далее. Посмотрим, что у нас. Здесь нету сомалийских пиратов. Наверное, им слишком далеко отсюда добираться. Я еще до сих пор не изучил на карте, кстати, где я нахожусь. Знаю только, что это Таиланд. Но не знаю, какие здесь есть рядом страны. Куда вообще дальше двигать. Единственное, что я примерно понял, что здесь недалеко находится Камбоджа. Потому что разные вот эти туристические агентства, на русском языке в том числе, предлагают визы, путевки и так далее в Камбоджу. Протом, у нас цены очень разные. На одном месте видел 5 тысяч бат, в другом месте видел 2 тысячи бат. Я не знаю, от чего там зависит цена. Может быть, это с отелем или без отеля или еще что-то, но цены были такие. Продолжение следует... Ночь начинает скорость потихоньку набирать. Вчера вот на такой же посуде, примерно похожей на эту. Правда, она побольше все-таки, кажется, была. Ездили на другой остров. И нам конкретно он скорость набрал, что вот эти волны аж сюда доставали. То есть, людей смывало, которые особенно здесь впереди стояли. Поэтому пришлось отсюда уходить всем. Назад перемещаться. Мне трясет. Руку трудно посмотреть. Делаю непонятно. Проверка билетов, походу, идет. Это же непроверка, что ли такое. Кажется, мимо этого острова мы тоже проезжаем. Так что, я думаю, значит, вон тот остров. Я, может, подрулим к нему с этой стороны. Такой копирочек. Воздух очень хороший. Вот здесь вот абсолютно не воняет, потому что в этом городе постоянно непонятные запахи. Также запах канализации, который смешивается с этими непонятными запахами. Здесь же все нормально, так по кайфу моря. Махнет. Приятно дышать. Приятно дышать. О, местами укачивает, слабо-то. Куда-то смещать, я такс. Ребята, тут семья капитана играет, тарты режутся, может, все поиграют, не знаю, или в покер. Это, наверное, какой-то национальный флаг этого судна, с такими розовыми, сиреневыми цветами. Вот, видать, что-то символизирует, может быть, удачу, может быть, еще что-то, чтобы нормально доплыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вообще, в самом Таиланде, кстати, вот насколько я понял, здесь отдыхают... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что страна дешевая, и главная задача сюда приезжающим это дешево отдохнуть. То есть такие серьезные, скажем так, нормально упакованные люди, я не думаю, что будут сюда приезжать, потому что, несмотря на то, что здесь, конечно, есть очень дорогие отели, и то есть сервис нормальный, все равно. Даже простое, простое хождение по этим улицам такого удовольствия не доставляет. Если пару дней только отдохнул, прибыл, быстро улетел, это другое дело. А так на месяц, на полмесяца, на два месяца зависать, как здесь люди делают, иностранцы, семьями приезжают, или же приезжают просто одиночки, чтобы себе кого-нибудь найти. Вот, то есть в основном, конечно, потому что дешево это все происходит здесь. Также ситуация такая, как мне, по крайней мере, сказали люди, с которыми общался, что за последние годы немного изменилось в плане обслуживания, то есть все стало намного хуже, и как бы типа тайцы зажрались, скажем так. Ну а с другой стороны, если видеть это отношение туристов, то есть как они себя ведут, этих тайцев тоже можно очень сильно понять. Потому что сами по себе тайцы очень даже добродушны, нормально, если к ним нормально относиться, никаких проблем нет. Так, все-таки непонятно, на какой же мост мы приезжаем. Единственная проблема всех сюда приезжающих, это взять сюда билеты. Потому что если, допустим, с той же России или откуда-нибудь, там, я не знаю, в Турцию, Европу или еще куда-то, можно поехать там за 100 долларов, 200, то сюда билеты стоят дорого. Это 1000 евро, 800 евро, 1500 евро, зависит там от фирмы и так далее. Но, в любом случае, не дешево стоит. Поэтому, несмотря на дешевизну здесь, надо еще рассчитывать цену билетов. Допустим, мне сюда приехать, это обошлось с Парижа, 500 евро, около 500 евро. И пока эти 500 евро я здесь не заработаю на своем сайте и так далее, конечно, у меня отсюда уезжать варианта нет. Так, возможности нет, лично у меня, если, конечно, и то эти 500 евро, это как-то в долг идут, потому что это не мои, на которые я сюда приехал. Мы посмотрим, жизнь покажет, как дальше это все пойдет. Еще, кстати, здесь привыкаешь к тому, что лето. В первые дни вообще было необычно, никак не мог привыкнуть, что не надо ни куртку надевать, ни там теплые вещи и так далее. А сейчас уже настолько привык, что кажется, будто бы это не только здесь лето, а вообще везде лето. То есть, откуда приехал, нам тоже должно быть как-будто бы жарко. Хотя сегодня у нас... Какое у нас сегодня число? Сейчас посмотрим. Так, 12 января. Также, кстати, сейчас мы узнаем, сколько времени у нас в Европе. Вот, сейчас в Москве 9.53 утра в Москве. В Бангкоке это здесь 1.53, в Париже 7.53. Такая вот ситуация. Так, ну что ж, подойдем поближе сюда. Очень много русских, русскоговорящих, скажем так, которые в Паттайе обосновались, открыли свои рестораны, магазины. Разные, в общем, услуги. И с ними очень даже легко познакомиться. То есть, практически везде они есть. И так же огромное количество предлагающих жилье на продажу. Примерно квартиру можно даже за 10 тысяч евро, а 10 тысяч евро уже можно купить какую-то квартиру. Более-менее, и ты начинаешь, заканчивая, там, миллионами. Снять же ту же квартиру можно, как я понял, если в сезон. Сейчас считается сезон, потому что сейчас везде зима, а здесь лето. И поэтому все сюда валят. Вот, поэтому сейчас квартиры типа дорогие, но дорогие это получается около 300 евро. То есть, можно снять квартиру здесь месяц, одна-двух комнат. Крест, а сколько мы еще плыть будем? Иностранцы зависают. Некоторые здесь есть, которые приехали на неделю, на 2-3 дня, и уже месяцами отсюда не уезжают. Я думаю, что не уедут, пока деньги не закончатся. Но в основном это те, у кого есть какой-то доход, который они получают в своих странах. Вот, в Европе там это, допустим, какие-нибудь 2 тысячи евро, абсолютно небольшие деньги. Здесь же они за эти деньги нормально себе живут. Пройдемся назад. Качает конкретно. Что, нормально все? Да, скажем, приедем, я уже вижу наш отель. Ты видишь его? Да. Как ты его видишь? А так, я просто так. Да? Я даже не могу понять, это наш остров или нет? Это этот остров? Вот туда, мы взрываем. Ага. Сейчас. Так, я попробую. Мы туда пробиваем, где вот такие вот синики. И справа вот такие домики, где жёлтоватые. Видишь, красные крыши? Ну, маленькие, среди деревьев. Да, 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 там надпись какая-то, да, камера трясется. Ну, да, я понял. Вот это порт. А, это порт? Да, да, вот эти, да? Это вот эти бунгалор. Это вот эти бунгалор? Сейчас посмотрим. В принципе, тогда мы скоро будем на месте. Вот, спасай. Особенно после этого вонючего города. Невозможно вонючего. Сегодня... Спать не спрячешь? Да, я как раз это хотел сказать. Что я буду сегодня на пляже спать или на этой? Кстати, это вот эта качалка. Надо быть здесь. Для вас. Да, я думаю, там есть. Для вас. Да, я думаю, там есть. Все, если бы интернет работал, то было вообще хорошо. Я бы добавил, чтобы видео загрузил бы. Ну, это было очень классно. У нас это фальцикл, наверное. Да, это фальцикл. В этом переполнено. Поэтому здесь тоже, там на этом специальном отеле. А-а-а. Поэтому... Потом... Может, там лучше будет? Там... Ну, там какой-то пляж, но есть один только. А вот по этой стране все. Ты, в общем, изучила, да, это просто? Да, просто включать. Ну, вот, мотербайк большой. Да, нормально. Ну, вот, наоборот, хорошо. Вот, это жары уже невозможно. Пойдем вперед. Ну, качает, зато нормально, да? Не хочешь? Ну, смотри. Ну, держись тогда. Я-то держусь. О! Sorry. Я хочу прибытия, как они причаливают, снять. Да, нормально, я держусь. Я старый морской волк. Мне нечего бояться. Друзья, мы пойдем вперед снова. Здесь как-то больше мне нравится. Приятное такое ощущение здесь стоять. Наслаждаться этим видом. Вот, как нам только что объяснили, вон там вот наши эти отели находятся, бунгало. Сейчас посмотрим, что там вообще-то из себя представляет. Я надеюсь, там вода, кружка, туалет. В общем, такие вещи для белых людей есть. Потому что до этого, я сейчас, когда проезжал, там были бунгало. Они выглядели, конечно, не лучшим видом. То есть, просто четыре палки, на них стоит домик деревянный, прозрачный. Там внутри ничего нету, я не знаю, там живут кто. То есть, может быть, там сами тайцы живут, может быть, иностранцы живут. Но сомневаюсь в себя, что иностранцы в таких будут жить, если, конечно, не экстремалы какие-то. Сейчас и наша лодка, наверное, будет круг делать. Подходить как бы с левой стороны. Вон, к тому месту. Здесь я заметил еще такую вещь, что не только тайцы, но и иностранцы, которые сюда приезжают, становятся худыми. Вот, в принципе, я понимаю, почему это происходит. Потому что, во-первых, эту острую еду есть очень сложно. И если ты ее поешь, то уже в ближайшее время есть не хочется. Есть обычную европейскую еду тоже сложно, то есть, ее надо или отдельно покупать, или отдельные рестораны. Я, допустим, до сих пор этот чай не могу нормально попить, хотя я уже нашел как пить. Потом другие вещи, фрукты разные. Питаюсь. Одним словом, питаюсь как могу, но заметил, что вот из-за этого люди здесь худеют. То есть, становятся такими, как тайцы тоже. Они в основном все здесь худые. Хотя есть немного полноватые тоже, но это, конечно, единицы. Сама тайская еда вначале прикольная она, вот так, чисто попробовать. Не колоться, но постоянно ее есть, мне кажется, это сложно. Для человека, который привык к другой еде. Особенно сложно есть то, что на улице продается. Опять-таки, вначале там попробовал, было интересно, не отравлюсь и так далее, и так далее. В общем, все нормально, никаких проблем не было. Вот, сейчас, наоборот, стараюсь питаться этой европейской едой, но почему-то уже второй день живот болит. Кушаю арбузы, чтобы очищение как бы происходило. Не знаю, пока вот такая ситуация. Что-то наш капитан кушает. Мы уже проехали место, куда Дэшбеки путь, если мы сюда Дэшбеки путь. Сейчас, наверное, разворачиваться будет, что-то непонятно. Надеюсь, он не будет круг делать по причингу. У нас стыла. Капитан у нас кушает пока. Проголодался. Сейчас посмотрим. Что-то по кругу мы тут ездим. А, ну я тоже так думаю. Вообще, море по кайфу, кстати, успокаивает. О, я думаю, покрепче, лучше держаться. Что-то конкретно качает. Представляю, у этих моряков, которые раньше плавали, какая у них морская болезнь, которая была. Это понятно, почему они так в раскачку ходят. Ходили. Может, и сейчас ходят, не знаю. Мы конкретно проезжаем наши места. Неужели он его по кругу будет обгибать? Просто. Так, что там говорит? Сейчас, наверное, ручник будет кидать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты думаешь, что он по кругу идет? Нет, я думаю, что он сюда идет. Куда сюда? Вот сюда, в эту лазейку. А, вот сюда. А, вон, точно. Точно, точно. Ну, отлично. Мы уже, значит, доплыли почти, получается. Да, он поворачивает. Будем прибывать. Может, вон те домики, видишь, синие? Нет? Наши-то те. То есть, получается, нам еще до них ехать теперь? Да. Серьезно? Нет, это было. Да. Да. Народ поспешает. Так, вот что у нас происходит. Тоже в заплыв идут куда-то. Да, не короткая поездка. Вот где-то полчаса примерно получается даже. Может быть больше. Но это остров путь. Так, сейчас волны ударят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот этот водный цикл стоит полчаса 1000 ватт. То есть примерно полчаса 1000 рублей получается. Я на нем еще пока не катался. Но попозже, я думаю, что только сделают. Так, что-то наш судночко плывет и клюет. Вообще непонятно куда. Может, вон туда? Мы уже, по крайней мере, ближе к берегу. Мы приближаемся как-то. Вроде на поворот идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За несколько дней загорел здесь. Несмотря на то, что купался буквально пару раз. Если то, залазил в воду, то есть на пляже не лежал, не загорал. Просто прогуливался. Вот шея подгорела, поэтому стараюсь поднимать воротник. Чтобы потом шея не болела из-за этого. Солнце очень быстро здесь обрабатывает кожу. Это несмотря на то, что здесь не так жарко. 30 градусов нету, там, допустим, 50 или 40. 30 градусов, то есть такая нормальная жара. Может, 35 максимум было. Интересно, сколько у него здесь градусов? В летом бывает, если зимой. 30-35. Хотя, может быть, здесь это не имеет значения. Зима, лето. Может, всегда одна погода стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если смотреть, что капитан наш на расслабоне отпитает, я думаю, нам еще плыть и плыть. Островочек немаленький оказался. И вон он наш, откуда начинается. Вон там и заканчивается. Есть. Совсем немаленький. Островочек немаленький. Островка. Батарейка у нас, конечно, тоже заканчивается, но я ее сегодня полностью зарядил, поэтому еще полчаса, кажется, у меня еще есть. Поэтому пока будем снимать, посмотрим дальше, если в ближайшие минут 5-10 не приплывет, то надо будет съемку прекращать, чтобы можно было заснять прибытие на сам остров и номер, чтобы заснять этот бунгалу и отель. Мужик тоже интересуется, куда же мы прибудем, а он там показывает, типа направо. Так, друзья, в общем, вот сюда, вот здесь вот направо нам сейчас надо будет ехать. В общем-то, уже недалеко. Вроде так. Вроде так. О, когда они стоят. Вроде так. Вроде так. Вроде так. Вроде так. Вроде так. Вот это? Не знаю. Ага. Бабки бачи. Ага. Здесь ни одного такого большого парохода не видел. Парома, точнее, парохода. Такого огромного. Все такие лодочки. Возможно, они плавают, но, наверное, подальше где-то. У моря или где-то так отходят. Так, вот у нас первый поворот. Сейчас он или должен здесь завернуть, или же должен третий поворот завернуть. Я видел, что он три чего-то говорил. Если здесь не завернется, значит дальше. А, вроде, сюда. Да, потихоньку руль поворачивает наш капитан. Поэтому сюда. Уже более детально изучает обстановку. Как мы видим. Значит, мы прибываем. Ага. Ну точно. Наконец-то. Ага. 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 Сейчас надо не вписаться вот в эту штуку. Смотрим, что делает для этого наш капитан. Так, чуть-чуть правую руль подкрутил. Теперь чуть левее подкрутил. А, мы ее сейчас отсюда обойдем. Так. Все нормально. После конкретного кручения руля, мы ушли направо. Ага. Посудина осталась слева у нас. Ага. Этот уже готов. Закинуть. Вот так. Да, якорь, конечно, такой сильный вообще. А что он там цепляется, интересно. Сюда тоже закинул. А, вот он за что цепляется. А, соскочил, кажется. Точно, соскочил. Сейчас вторая попытка будет. Нет. Еще раз соскочил. И смотри, ему получается в это кольцо надо попасть. Или как он это делает. А, да. Сейчас он подтянет ее к себе. Да, нормально. Все. Привязались. Так. Как теперь? Берегу будем вот так подкрывать. Получается. Он ее с этой стороны удерживает и поворачивает у нас. Что-то непонятно. У нас тормознул от берега. Не очень близко пока получается. Сейчас посмотрим. Наверное, еще одна лодка будет. А, еще одна лодка. Да, все понятно. Я думаю, что он крутит. Я думаю, у тебя плюсы камеры лучше, чтобы потом эти ссылки все делать. Нормально все. Главное, если компьютеры эти. Слушай, а у нас может быть несколько стопов? Что? Ну, если ты несколько, то пойдем вперед. Ну, если у нас другой стоп, нам лучше в воде ехать, чем иногда. А, ты имеешь в виду этот. Ну да, спроси у него тогда. Она точно не знает, хочет спроси у него. Так, вот еще один у нас. Давай спроси, точно узнаю у него. Так, сейчас на этой, еще одной по сути не поплыем. Скорее всего дальше. Нам придется прыгать в воду? Не, в воду прыгать. Это лодки. Это не очень как-то такая. Все нормально. Они выглядят как супербезопасные. Да, что значит супербезопасные. Нам здесь вон до берега 5 метров. Мы вон сколько проплыли, и здесь даже нету этих спасательных жилетов, ты говоришь. Не очень безопасно. Вон, видишь, как люди уже. Так, пойдем, надо спускаться. Надо оберегнуть. Опа. Так, друзья. Сейчас прорвемся, я так думаю. Осторожно. Осторожно. Не, не, не. Все, людей. Да? Да. Так, давай я возьму чемодан. На, вот это бери. Возьму. Ты бери туда, я тебе подам чемодан, потом в рюкзак. Ага. 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 Если, ты перейдешь, то я тебе подам. Давай, давай. Хелучи там будь. На той стороне. Осторожно. Молодец. Сейчас. Рюкзак, мой рюкзак. Иди сюда. Все нормально. Пойдем вот туда, вперед. Таких еще 40 я никогда не каталась. Все отлично. Надо сесть. Присаживайся. Опа. Я боюсь, что сидите лучше не сяло. Да, нормально, что ты боишься? Сиди. Надо суток группироваться, думать, на подушке. Так, покинули это судно. Друзья, сейчас пересели на вторую посудину. Продолжаем движение. Я думаю, пару минуток, и мы будем уже на берегу. Да, с вышли. Ну что ж. Постань, нормально вот там стоит. Сейчас у нас поведет. Может быть, сам... Да, нормально все, ты че? Не знаю, я... Что ж? Что ж? Я боюсь. Да тут даже сваливаться некуда. Тут даже некуда сваливаться, что ты не делаешь. Тут даже сваливаться некуда. Это место капитана. Место капитана дали. Все, поплыли. Так, друзья, двигаемся. Дальше нам осталось доплыть до берега буквально пару минут. Капитан наш подтягивали разные веревочки, чтобы мы нормально добрались до пункта назначения. Остров называется... Как остров? Коксамет. 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 Что означает, не знаю, но... Это означает какое-то дерево. Дерево какое-то означает. У нас переводчик. Я просто читала. Читала. Просто я не поняла, какое дерево, потому что очень сложно. О, ничего. Вот больше всего деревьев, которые здесь растут, вот то и означает. О, смотри, как это. Главное, чтобы она сейчас вот этой штукой не задела. По голове. Главное, чтобы он правильно бросил. Чтоб мне как-нибудь не было. Чемодан был. Чемодан был. Чемодан был по списке. Нормально? Это такие интересные слова. Прямо, как я смотрю в «Дискавери». Коксамет. 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 Ну да. Сейчас будем еду добывать, змей кушать. Я очередь жарить. А вообще это как интереснее. О, смотри сейчас, какой бросок он сделает. А, это ты. Опа. Но он эту штуку, видишь? Не, не, не. Вот смотри. Он видишь, вон ту штуку бросает. И сейчас ее натягивать будет. Это трос? Да. И из-за того, что он его натягивает, мы сейчас будем приближаться. Смотри. Кстати, говорят, что надо очень аккуратно быть с этим песком. Ну. Насчет камеры, аппаратов. Потому что этот очень-очень мелкий песок, он может там подуть, попасть в аппарат и сниматься. Да ты че? Вот этого нам не нужно, чтобы они ломались. Да. Просто быть стороной. Камера у меня одна. И пока новую покупать возможности нету, поэтому… Вон эти контролеры, которые будут, значит, снимать им. Свои стороны их не было. Да. Ах, да. Ах, да. Ах, да. Ах, да. Это, в общем, здесь, друзья, контролеры, которые снимают налог за этот… Налог за этот остров. Типа поддержка острова или, в общем, одним словом, этот налог облагается… То есть этот остров облагается налогом, если ты сюда прибываешь. И каждый человек должен платить 200, да? 200, да? 200 бат. Ну, то есть 200 рублей вон они стоят. Сейчас. Сколько тут будет? Смотреть надо снимать. Да, притом, притом для… Нет, там вода. Да? Ну все, мы в море. А куда ты добралась? А пока с этим сумкой будет? Сейчас, сейчас. Ты волнуйся туда. Сейчас перенесет. Подтягиваешь, что не в общем. Да, что не подтягиваем. Ты, главное, с контролерами разбирайся. Отдай им 200 баток и дай им надо и все. Тоже сниму лучше. Вовinn. О ба! Прибыли. Сейчас они нас посчитают. О ба. Привет! С felicitы? друзья мы прибыли на этот островок не знаю мне кажется что я прошел этих контролеров надеюсь что нам дальше тоже удалось пройти может быть нет сейчас посмотрим куда нам дальше ехать вообще где находимся кроме надписи малибу больше пока ничего интересного не вижу ну все это же вот он есть райский уголок здесь должен быть один песок кокосы и эти бунгалы наши теперь надо найти теперь где наше жилье не спорят вот сейчас будем платить друзья в общем облагается налогом это не у него не он самая интересная что этот налог с иностранцев идет 200 с местных идет кажется 40 или 20 то есть 10 раз еще и получается как дела так что идем дальше берем наши вещи так все друзья попозже на связь мы прибыли на этот двигаемся солнечную калифорнию пока смотрите анзор